...экспериментов. Выяснилось, что вода, которая образуется после электролиза, может излечить множество заболеваний. От насморка до сахарного диабета. Тогда впервые по отношению к воде учёные употребили термины «живая» и «мёртвая». Вода разлагается на положительно отрицательно заряженные составляющие ионы. И когда человек пьёт эту воду, то отрицательно заряженная вода, мягко говоря, подавляет любой восстановительный процесс, а положительно заряженная она активирует деятельность. Основываясь на результатах исследования советских учёных, физик Валерий Грещук выдвинул сенсационную гипотезу. Он предположил, что в основе целебных свойств воды лежит способность изменять свой электрический заряд. Самое удивительное, что вода может вести себя и как окислитель, и как восстановитель, отдавать электроны и принимать. И есть даже параметр, который хорошо известен и физикам, и химикам, и биологам, называется он окислительно-восстановительный потенциал. Валерий Грещук вывел свою формулу живой и мёртвой воды. Чем охотнее вода отдаёт электроны, тем лучше для организма. Такая вода несёт заряд со знаком минус. Её называют живой. Окислительно-восстановительный потенциал такой воды колеблется на уровне от минус 300 до плюс 50 милливой. Живая вода – это вода, имеющая очень низкий окислительно-восстановительный потенциал, которая способствует очень быстрому заживлению, который придаёт жизненной силе организму, потому что, по большому счёту, такая вода является очень сильным антиоксидантом. Учёные установили, что вода, которая входит в состав клеток крови человека, имеет отрицательный заряд около 100 милливой. Полезно пить воду, которая по своим параметрам не очень сильно отличается от таких же параметров внутренней воды человека, например, той же крови, той же лимфы. Тогда такая вода не нарушает сильно работу организма, она не убивает его из колени. Мёртвая вода отнимает электроны. Её потенциал от плюс 800 милливольт и выше. Эта вода есть очень сильный окислитель. То есть она, если ей на куки попадётся какой-нибудь вирус или бактерия, она его моментально окислит. Она убьёт его. Не оскорбляйте мёртвую воду. Мёртвая вода – это отличный антисептик и дезинфицирующий средство. Учёные среднеазиатского НИИ «Нефти и газа», изучая свойства воды, провели уникальный эксперимент. Они решили проверить зависимость между качеством воды и распространением онкологических заболеваний. Оказалось, там, где люди пили положительно заряженную воду, кривая раковых заболеваний резко росла. А там, где отрицательную, также быстро снижалась. Вот это вот в основном, что делает такого рода вода. То есть она стабилизирует. Рак не уходит, он остаётся. Но дальше он не прогрессирует вообще. Группа врачей Национального центра научных исследований Франции установила. Лимфоциты на своей поверхности собирают воду с высоким положительным зарядом. Именно она прорывает дыры в оболочке, поражённых болезнью клетка. В то время, как вокруг здоровых клеток собирается вода с отрицательным зарядом, которая защищает их от случайной атаки лимфоцитов. Если этот механизм вдруг нарушается, человек заболевает.